МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не только цыплят по осени считают, но и судоводителей, нарушителей правил. Ведь сезон катания на воде близится к концу. Всего за лето госинспекторы поймали за руку 69 нерадивых водителей. Они находились в состоянии опьянения. 40 человек управляли судами без необходимых документов. 37 плавсредств были помещены на специализированную стоянку за различные нарушения. Ведь безопасность не только на дороге, но и на воде прежде всего. Здравствуйте. Темы различных опасностей мы сегодня еще будем поднимать. Но обо всем по порядку. И прямо сейчас короткие анонсы от наших корреспондентов. Отопительный сезон раньше намеченного срока начался в целом ряде населенных пунктов области. Почему, а также где батареи уже стали горячими. Все это узнаете сегодня. Узнаете также, когда в Иркутске может измениться система начисления за вывоз мусора. Вся информация в нашей программе. В программе также сообщим об уничтожении 20 тонн зараженного картофеля, завезенного в Иркутск из Китая. Какие опасные заболевания нашли в овощах, расскажем в материале. Рассказ о международном фестивале фантастического кино в Иркутске услышите в финале выпуска. Что подготовили организаторы интересного для зрителей в рубрике «Повесточки». Начинаем мы выпуск с темы, которая взволновала многих жителей Иркутской области. Это нападение на 10-летнюю ангарчанку. Девочка подверглась насильственным действиям сексуального характера в подъезде многоквартирного дома, куда пришла в гости к бабушке. Злоумышленник с места преступления сбежал. И вот сегодня история получила свое продолжение. Полицейский и следственный комитет региона сообщают о том, что задержали подозреваемого. Им, ко всеобщему удивлению, оказался 15-летний местный житель. Его на кадрах с уличных видеокамер опознали несколько ангарчан. Собственно, благодаря отклику жителей и удалось в короткие сроки выйти на след предполагаемого преступника. После того, как кадры появились в СМИ и социальных сетях, буквально через несколько минут начали поступать звонки в дежурную часть ангарской полиции. Чтобы задержать подозреваемого, полицейским пришлось проверить большой объем информации. И вот сегодня утром подросток был доставлен в отдел полиции. Туда же привезли пострадавшую. Девочка опознала подростка. Какую меру пресечения для него выбрать, еще решается. Напомню, по факту нападения региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 132, часть 4, пункту Б. Она предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Под вопросом и свобода жительницы поселка Юрты она предстанет перед судом за то, что, как предполагают следователи, убила своего новорожденного ребенка. Тело малыша обнаружили вблизи свалки в Тайшетском районе. Мальчик просто замерз. Сразу после родов его выбросили, как мусор, на февральский мороз. Личность матери долго не могли установить. И вот теперь это удалось сделать. Женщине уже предъявили обвинение. А это кадры следственного эксперимента. На них 42-летняя местная жительница в деталях объясняет, что же произошло полгода назад. За помощью медиков, когда начались схватки, она обращаться не стала. Те вряд ли вообще догадывались о ее беременности. А сам процесс родов состоялся во дворе частного дома. Малыш угодил в обычное ведро. Оно отправилось сначала в холодные сени, потом с остальным мусором на свалку. Своё поведение горе-родительница объяснила тем, что не смогла бы вырастить ребенка. В том, что он родился живым, женщина не сомневалась. Своё поведение женщина объяснила тем, что материальное положение ее семье оставляет желать лучшего. Кроме того, она уже воспитывает двух несовершеннолетних ребятишек. Как теперь сложится их судьба, неизвестно, ведь их матери грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Впрочем, если суд учтет наличие детей, то все может ограничиться принудительными работами на тот же период. Вынуждены учиться в коридоре и столовой. Выбора нет. Процедуру проведения уроков пришлось радикально изменить в школе в селе Хомутово. Из следующего материала узнаете, почему сложилась такая ситуация и какие меры предпринимаются для решения проблемы. На этих кадрах не перемена, а урок математики. Ведь именно так в коридоре и на скамейках проходит часть занятий в школе номер два села Хомутово. Дело не в ремонте или прихоти преподавателя, а в том, что классов попросту не хватает на всех учеников. Поэтому под уроки приспосабливают все помещения вплоть до актового зала и столовой. У родителей такая ситуация не вызывает ничего, кроме возмущения. Мест не хватает, классов не хватает для того, чтобы учиться школьникам. Дети сидят в коридоре. Вот у нас шел урок математики в коридоре. Так мало того, что в коридоре даже скамейки не поставили. У меня дочь сидела на полу. На полу. Но иного варианта проведения занятий пока нет. В учебном заведении, рассчитанном на 700 детей, сейчас учатся 1700. Из них треть – воспитанники начальной школы. Осложняет ситуацию ремонт спортзала. Пока погода позволяет, уроки физкультуры проводят на местном стадионе. А в холодные дни занятия и вовсе заменяют другими предметами. Руководство школы старается по возможности обеспечить ученикам сносные условия. 60 классов комплектов и мы занимаемся в 2,5 смены. Дело в том, что мы занимаемся в 2,5 смены по нелинейному расписанию с внутренним подсменком. Чтобы поздно детям в 9 часов потом не возвращаться домой. До 7 часов у нас учебные занятия идут. И подобные ситуации сейчас не только в Хомутово, но и в соседних населенных пунктах Урики и Грановщине. С недавних пор этот район стал привлекательным для новых жителей. В год только в Хомутово оседает от 1 до 2 тысяч новых поселенцев. Причем место имеет не только переезд внутри области, прибывают и из других регионов. Главную роль в популярности территории играет близость к Иркутску. Как к административному центру невысокие цены на землю, к тому же рядом природа. Люди выбирают себе место жительства не спрашивая власть, а понимая там, где им удобно. Естественно приезжают в основном это молодые семьи с маленькими ребятишками. Сегодня инфраструктура, социальная инфраструктура, она конечно в полной мере не отвечает тем требованиям о создавшейся ситуации. Но мы не сидим на месте, конечно принимаем меры. Меры касаются в первую очередь школ и детских садов. В ближайшее время в районе планируется возведение сразу трех образовательных учреждений. В самом Хомутово появится школа на 1275 мест. Поэтому не исключено, что если проблема переполненности учебных заведений будет решена, небольшое село в Иркутском районе может стать одним из самых популярных и оттого быстро растущих населенных пунктов. Павел Желудев, новости по будням. Существенно выросло количество первоклашек в Иркутске. В текущем учебном году их на полтысячи больше, чем в прошлом. И это при том, что места в городских школах давно уже в дефиците. Чтобы избавиться от него, столице региона потребуется не меньше пяти лет и 20 новых зданий. Подсчитали в департаменте образования Иркутска. Сейчас перегруженной считается почти каждая десятая школа города. Их в Иркутске 74. Многие здания были построены более 35 лет назад и рассчитаны на работу в одну смену. Это невозможно. В нынешних условиях детям приходится учиться в две. Из-за этого сложно выполнять все современные стандарты образования, которые требуют увеличения площади на каждого школьника и наличия специализированных классов и лабораторий. Чтобы соответствовать всем федеральным требованиям через пять лет, количество учебных мест в Иркутске должно быть увеличено почти на 50 тысяч. При этом новых образовательных заведений в планах не так уж много. В большинстве случаев решать проблему будут за счет пристроев и отдельных модулей. Они появятся в ближайший год-два в пяти городских школах. Деньги на проектную документацию в муниципальном бюджете уже предусмотрены. Уже стартовал раньше срока отопительный сезон сразу в нескольких городах региона. Коррективы в намеченный график внесла погода. И жалобы людей на то, что мерзнут в своих квартирах, а также в социальных учреждениях, например, таких, как детские сады. Итак, кто же эти счастливчики, которые совсем скоро согреются? Запуск отопления стартовал в Ангарске, Братске и Саянске. Первыми то, что в зданиях потеплело, почувствуют в детских садах, школах, больницах и учреждениях культуры. Следом очередь за жилыми домами. Процесс запуска отопления займет 2-3 дня. Так что придется потерпеть. Температурные нормы во всех возрастных группах нашего дошкольного учреждения чуть-чуть занижены, но ненамного, 1-2 градуса. В этот период мы, конечно, большое внимание уделяем двигательной активности детей. Ну, также утепляем немножко ребятишек. Колготочки одеваем, кофточки. Утеплиться стоит и жителям Иркутска. В областном центре, как и во многих других населенных пунктах Прибайкалья, батареи станут горячими не раньше 16 сентября. При этом тепловые сети в столице региона уже готовы на 95%. Насосные станции на 100%. Сформирован необходимый запас угля и мазута. В общем, запуск должен пройти без проблем. Те же иркутяне, кому и так жарко в квартирах, могут сдвинуть для себя старт отопительного сезона. Для этого надо направить в управляющую компанию решение общего собрания собственников. Решение должно быть принято до 1 октября. Администрация Иркутской области передала в Министерство жилищной политики документы на изменение системы оплаты на вывоз твердых коммунальных отходов. Свой выбор жители столицы Прибайкалия сделали еще весной. В марте на сайте городской администрации был проведен опрос. Люди могли выбрать наиболее приемлемый способ начисления итоговой суммы по числу проживающих или же с квадратного метра, как платим сейчас. Большинством голосов победу одержал первый вариант. Подобные голосования проводились во многих городах региона, например, в Саянске. И там оказались гораздо оперативнее в своих действиях. И уже с 1 апреля оплата за вывоз твердых коммунальных отходов формируется из количества людей, живущих в квартире. В Иркутске же заявку на изменения подали лишь за три дня. До завершения их приема сейчас проходит процедура согласования. На мусорном полигоне порой оказываются не только отходы из жилых домов, но и крупные партии картофеля. Отвозят их туда, конечно, не просто так, а из-за серьезной угрозы. Вот какой именно, расскажем в следующем материале. 813 кулей с картофелем могли превратиться в 40 тысяч пачек чипсов. Но этого не произойдет. Причина – золотая нематода и так называемая готика клубней. Зараженные плоды выявили инспекторы на таможне. Товар, предназначенный для продажи в нашем регионе, привезли из Китая в Иркутск. На картофель имелись фитосанитарные сертификаты. Но этот факт не стал решающим. Ведь клубни имели видимые дефекты. После завершения таможенной процедуры, таможенного транзита, перед декларированием товара, отбирается Россельхознадзором отбор проб. Товар был помещен на склад временного хранения. Уничтожает сам плод картофеля, так называемый вероид. Это когда клубни уменьшаются в размере, чаще всего растрескиваются и деформируются. Подобный штамм специалистам регионального Россельхознадзора выявлен впервые. А вот золотистые нематоды, круглыми червями, которые испещряют картошку, знакомы не понаслышке. Этот паразит прекрасно выживает в наших климатических условиях и способен нанести огромный урон местным фермерствам и простым огородникам, если окажется в земле. Конечно, в пищу можно употреблять этот картофель, но как отреагирует пищеварительный тракт? Все-таки это вызывает процесс отниения картофеля. Даже визуально он часто имеет непризнятабельный вид. Поэтому все-таки прямой опасности для жизни данные карантинные объекты не представляют. Но с точки зрения потребительских свойств, они безусловно у продуктов снижаются. Импортер подал заявку на уничтожение товара, хотя мог вывезти его обратно в Китай, либо произвести обеззараживание картофеля. И теперь 20 тонн земляных яблок полегли обратно в землю полигона твердых бытовых отходов, так и не добравшись до прилавков иркутских магазинов. Олег Федоров, Андрей Назаров. Новости по будням. Добирались в наш регион с приключениями буренки. Трех животных везли из Бурятии. Полицейские остановили машину на стационарном посту в Слюдянке. Оказалось, что необходимых ветеринарных документов на крупный рогатый скот нет. А значит, неясно, откуда коровы и все ли с ними в порядке. За отсутствие нужных бумаг водителя штрафовали. Не имели никаких разрешительных документов, но обладали изрядным запасом авантюризма. А злоумышленники в Ангарске. Там группа людей организовала хищение черного золота из магистрального нефтепровода «Иркутск-Красноярск». Свою деятельность преступники развернули в километре от федеральной трассы в лесу. Информацию о возможной противоправной деятельности сотрудники полиции получили от службы безопасности местной нефтяной компании. В ходе обследования лесного массива оперативниками был обнаружен кран и 15-миллиметровая труба, которая вела к врезке. Штаб злоумышленников находился в другом месте, в одном из садоводств, неподалеку. Там на стоянке силовики нашли сразу две большегрузные машины с цистернами. В них находилось порядка 10 тонн нефти. Ценный груз охранял 37-летний мужчина. При виде оперативников он попытался скрыться, но далеко уехать не смог. Врезался в дерево и был задержан. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Сейчас органы следствия устанавливают причастных противоправной деятельности, а также причиненные материальный ущерб. Ущерб в свое время не успела нанести еще одна группа ангарчан. В прошлом году в городе была поймана банда любителей черного золота. На протяжении двух лет злоумышленники в буквальном смысле рыли тоннель, чтобы осуществить врезку в нефтепровод. Задержали их, когда до заветной цели оставалось всего лишь пару метров, а позади было пройдено уже 125. Подобная история произошла и 5 лет назад. Тогда преступники сумели добраться до углеводородов и организовали целую сеть тоннелей, в которых даже было освещение. А площадками для перекачки стали дома в трех садоводствах. Процветал бизнес недолго, организаторы все причастные оказались задержаны и приговорены судом к срокам от двух до двадцати лет заключения. А вот следующая новость касается жителей региона младше 21 года. Возможно, что вскоре они не смогут приобрести алкоголь. Соответствующий законопроект, разработанный Министерством здравоохранения России, уже согласован большинством федеральных ведомств. Велика вероятность, что документы рассмотрят в Госдуме уже в этом году. И если закон примут, жители страны, которым нет еще 21 года, будут ограничены в покупке спиртного. А именно, не смогут приобрести алкоголь крепостью выше 16,5 градусов. Стоит отметить, что большинство жителей страны поддерживают эту инициативу. Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, за запрет выступают 78% респондентов. Но сколько же оправданы такие ограничения, возможно, спорить очень долго. Вместо этого мы приведем вам красноречивые данные, статистики о том, какое количество спиртного потребляют жители Иркутской области. Несколько важных цифр, которые заставляют задуматься о многом. В рубрике «Ценный выбор». В Министерстве здравоохранения страны отрапортовали, потребление спиртного в России значительно снизилось. На человека в год приходится около 10 литров. Однако говорить о том, что проблема алкоголизма ушла в прошлое, увы, нельзя. К тому подтверждение свежие данные исследования Иркутскстата. Около 1% от всех расходов у жителей нашего региона уходит на покупку спиртного. В среднем в минувшем году каждый тратил около 200 рублей в месяц на алкоголь. Впрочем, не все так плохо. Почти треть жителей Иркутской области в возрасте от 15 лет и старше вообще не употребляют водку, коньяк и другие крепкие напитки. Еще больше тех, кто отказался от вина и пива. Таких 44%. Впрочем, до звания самого непьющего региона нам еще далеко. Тут хорошо проявили себя жители Рязанской области. 51% населения не употребляют водку, виски, коньяк. А вот максимальное количество любителей крепкого спиртного на Чукотке. Там только 18% местных жителей не пьют 40-градусные напитки. Данил Седов, Алена Полоненко. Новости по будням. Не только употребление алкоголя способно нанести вред здоровью. Например, лазерная апелляция тоже может быть опасна. В поселке Новая Гирма Нижнудинского района выявили интересную подробность в работе местного заведения индустрии красоты. Женщина содержала салон, в котором оказывала услуги лазерной апелляции. Однако при проверке документов стало ясно, что основной вид деятельности, которым занималась бизнесвумен, это лесозаготовка. При этом разрешение на предоставление врачебных услуг, в перечень которых и входит удаление волос лазером, у предпринимательницы не оказалось, как не было и медицинского образования по профилю косметология. Таким образом, хозяйка заведения нарушила сразу несколько российских законов, в том числе о защите прав потребителей и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Суд признал предпринимательницу виновной и деятельность ее салона красоты приостановлена на 90 дней. Добавлю лишь, что всем жителям региона перед прохождением каких-либо процедур нужно изучить соответствующие документы и убедиться в квалификации специалиста. Никаких документов не требуется, чтобы стать гостем фестиваля «Северный Аргиш». Он откроется в предстоящую субботу на Иркутском острове «Юность». Праздник посвящен коренным малочисленным народам Севера. Их представители уже сегодня начинают съезжаться в Иркутск, чтобы успеть подготовить множество мероприятий. Среди них песни, танцы и спектакли, конечно же, связанные с обычаями наших земляков, их верованиями и непростым бытом. В фестивале участвуют национально-культурные центры, ассоциации и автономия, а также семейно-родовые общины, творческие мастерские, фольклорные коллективы, ансамбли и солисты-исполнители. Они представят не только так называемое нематериальное культурное наследие, но и вполне осязаемые вещи. Гостям фестиваля будет предложено поучаствовать в ярмарке сувениров. Каждый предмет несет в себе определенный смысл. Какой именно, всем желающим непременно расскажут. Начнутся мероприятия в полдень, 14 сентября. Напомню, на острове «Юность». И юных, и людей среднего возраста, в общем, всех иркутян и гостей города приглашают на фестиваль фантастического кино. Чем будут удивлять зрителей, расскажем после новостей спорта. Удивила хабаровскую публику иркутянка Полина Дорошенко. Девушка выступала на краевом чемпионате по теннису. Наша землячка боролась за награды в женском одиночном разряде. В итоге уроженка Прибайкалья завоевала бронзу турнира. Иркут продолжает возвращать в стан команды своих воспитанников. В их числе бывший капитан нашей баскетбольной команды Александр Анисимов вернулся в столицу Прибайкалья. Вторую часть прошлого сезона игрок провел в Южно-Сахалинске в составе «Востока-65». Нынешнее соглашение с разыгрывающим рассчитано на один год. Любители джиу-джитсу со всей страны держат путь в Иркутск. С 14 по 15 сентября состоится региональный турнир «Байкал Интернешнл». В соревнованиях примут участие спортсмены не только из России, но и борцы из Монголии, Азербайджана, Кыргызстана. Ожидается, что на состязания приедут более 250 человек. Лучших будут определять в трех категориях. Данил Седов, новости по будням. Сразу в нескольких возрастных категориях будут выявлять лучших на Всероссийском дне бега. Кросснации 2019 соревнования состоятся 21 сентября в самом центре Иркутска. Ожидается, что в состязаниях примут участие более 4000 человек. Стоит отметить, что с каждым годом количество желающих посоревноваться растет. Для любителей и профессионалов организаторы спортивного праздника подготовили несколько дистанций. Самые маленькие бегуны должны будут преодолеть расстояние в километр. Остальные участники могут выбрать трассы длиной 4, 6, 8 или 12 километров. Регистрация начнется 18 сентября по адресу улица Баррикад, 81. Запись продлится до самого старта, 21 числа. При себе спортсмен должен иметь паспорт, страховой полис и допуск от врача. Кросснации проводятся в регионе уже в 15 раз при поддержке Министерства спорта Иркутской области. Мы традиционно, безусловно, приглашаем организованные группы участников. Это высшие учебные заведения, это школы, это спортивные школы, это коллективы трудовые через профсоюзы. Но в последнее время, в большей степени, это мероприятие само по себе уже привлекает людей. Сегодня у нас именно беговые дисциплины, в первую очередь это касается любительского спорта, они на самом деле сегодня, мне кажется, на пике своего развития. Бегу с детьми, в этом году первый раз стартанет моя дочка ей 4 года, с сыном бегаю, вот с его 4-х летия ему уже будет 9, бегаем постоянно, вот за руку, поэтому в этом году уже побежим полным составом обязательно. Обязательная процедура посвящения первокурсников проведут ее во время парада российского студенчества 14 сентября. Иркутск в четвертый раз примет мероприятие. Учащиеся высших и среднеспециальных учебных заведений города колонной пройдут от сквера имени Кирова по улицам Ленина и Карла Маркса. Торжественная часть парада начнется в полдень на площади у памятника Александру Третьему. Там во время посвящения в студенты первокурсники принесут клятву – завершится парад праздничным концертом. Другими интересными весточками со всего мира готова поделиться Юлия Горзова. Всем здравствуйте! Четверг – день премьер фильмов. После показа появляются первые рецензии и отзывы, а следовательно в пятницу и выходные поток людей в кинотеатры увеличивается. Сегодня предлагаю поговорить о фильмах. Один из киногероев был замечен в Красноярске в необычном для себя амплуан. Дарт Вейдер сыграл на тромбоне на крыше мэрии. Фотографии со злым героем из «Звездных войн» появились в соцсетях. В интернете уже пошутили, что это новый сотрудник администрации. Оказалось, в здании велись съемки рекламного ролика для концерта духового оркестра под названием «Голливуд. Великие саундтреки». Отсюда и образ верховного генерала имперской армии. Само выступление запланировано на конец октября. У нас же в Иркутске с сегодняшнего дня стартовал международный фестиваль фантастического кино. Зрителям покажут 8 фильмов, отобранных из тысячи работ. Ленты о современных технологиях. Организаторы предлагают заглянуть в будущее. Иркутяне получат возможность посмотреть на невероятные истории, которые могут стать реальностью в ближайшие десятилетия. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Герои современных фильмов в средних веках. Так можно было бы назвать серию работ художника-дизайнера с Кипра. Он объединил шедевры мировой живописи и кинематографии на полотнах. Оказалось, очень здорово, супергерои могли бы вписаться в старинные картины. Это определенно то, чего ждали поклонники киновселенной Марвел. Новый амплуа, нестандартный взгляд на культуру и возможность представить иные пути развития сюжетов. В скором будущем зрителям представят ленту о бурятских традициях. Фильм «Летник» снимают в Ольхонском районе. Среди актеров как профессионалы, так и простые жители при Байкале, а также Бурятии. Лента затронет разные проблемы. Одна из основных – ситуация с экологией. Сегодня, к сожалению, Байкал для многих стал территорией, где можно крайне агрессивно вести себя по отношению к природе. Но не будем о грустном, ждем премьеру. До встречи! Новая наша встреча состоится совсем скоро, как обычно, на канале РЕН-ТВ. И помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова